Всем привет! Это небольшая история о том, как мы когда-то бомжевали на Гваделупе. Конечно, она тоже из яхтенной тематики. Эпиграфом поставлю стих Городницкого. На палубе ночной постой и помолчи, Мечтать под сорок лет по меньшей мере глупо. Над темною водой огни горят в ночи. Там встретит поутру нас остров Гваделупа. Пусть годы с головы дерут за прядью прядь. Пусть грустно от того, что без толку влюбляться. Не страшно потерять умение удивлять. Страшнее потерять умение удивляться. И, возвратясь в края обыденной земли, Обыденной любви, обыденного супа, Страшнее позабыть, что где-то есть вдали Наветренный пролив и остров Гваделупа. Эта история произошла давно, еще до ковидные времена. Я и Володя оказались на Гваделупе случайно. Катамаран, который мы должны были помощниками перегонять через океан, волей судеб причалил к этому прекрасному острову. Точнее, с порванным парусом и закоротившей электрикой, чуть не приведшей к серьезному пожару на борту. Мы прошли на нем где-то 500 миль с острова Гранада и все-все поняли. До сих пор помню, как при швартовке лагом он, этот катамаран, ранее пострадавший в урагане, затрещал бортом по месту свежезаклеенной дырищи в корпусе. Капитан не выполнил договоренностей по всем пунктам, техническому состоянию и оснащению, срокам, средствам безопасности. И мы приняли решение списаться на берег. Этот катамаран был куплен одной чартерной, типа испанской компанией, бывших собратьев лишь по русскому языку, на котором они пишут рекламные объявления в соцсетях. Но в их рекламе теперь сразу указывается, что граждан РФ они не ждут. Этот катамаран у них был некоторое время флагманом, но, может, и сейчас я за ними не слежу. Забегая вперед, скажу, что, несмотря и вопреки, перегон без нас прошел успешно. Но кто знает, что было бы. Ведь из-за той задержки на Гваделупе, когда капитан искал новую команду, один мощный весенний шторм в середине Северной Атлантики успел рассосаться. Кстати, спустя где-то лет шесть, наверное, этот капитан умер на борту в одиночку, перегоняя другой чужой катамаран. Об этом у меня есть видео «Трагедия в океане». Так как обещанных денег за даже уже понесенные транспортные расходы он нам не вернул, стояла задача улететь отсюда в Европу с минимальным бюджетом. Кстати, потом у него, после смерти, нашли солидную сумму денег. Вот так вот. Зачем она ему теперь? Гваделупа – это заморская территория Франции. Отсюда каждый день летают самолеты. Самые дешевые в Париж. Но чем ближе к дате, тем дороже. Да, улететь отсюда быстро было прям реально дорого. Такова специфика продажи авиабилетов в сезон. А вот если подождать дней 10, пару недель, то вполне приемлемая. Что-то около 400 евро до Европы получалось. Итак, мы выбрали подождать. Составили план действий. Берем машину на прокат. Примерно 30 евро в день за малолитражку. И с ее помощью бомжуем. В смысле путешествуем. Без брони гостиниц, на которые тратить, конечно, было что. Но с учетом не сложившейся работы и непредвиденных расходов, а не доходов, как-то не очень хотелось. Да и торчать на одном месте две недели на чудесном, не сильно населенном острове также не было желания. Гваделупа страна недешевая. Жилье дорогое. Даже койка в 10-местном номере хостела стоила минимум 35 евро в день. Еда раза в полтора дороже, чем в недорогих странах Европы. Ну, таких как Греция, Испания. Однако на рынках, вне туристических мест, местные овощи и фрукты недорогие. Но цены за килограмм сказать не могу. Так как там все продается или связками, или кучками. Заехали мы в туристический магазин «Декатлон» и затарились гамаками, пенками, спальниками, кастрюлькой, сковородкой. Закупили продуктов и поехали из столицы подальше от людей, поближе к природе. Жара днем градусов 30, и это в марте. Периодически идут короткие ливни. Гваделупа, если смотреть на карту, похожа на бабочку, и ее большое крыло населено меньше, чем другое. Много нацпарков, горы около двух километров высотой и сотни километров прекрасных пляжей. Начали наш маршрут мы со столицы Пуэнто-Питер. Это такой двухэтажный городок, не так чтобы чистый, но симпатичный в старой части и с невероятным количеством граффити. Тут огромная якорная стоянка. Да, можно было пожить на борту у кого-нибудь. Яхтенное сообщество, оно открытое. И вообще тут много брошенных лодок. Ну, конечно, на них бы мы не стали жить. Однако расстояние до мест, где можно оставить тузик, прям реально большое. Поэтому все прелести мощных и тяжелых подвесных моторов открываются только на таких якорных. А в обычной жизни с тяжелыми моторами только морока. Надо сказать, что все-все надувные лодки, джинги, они же тузики, на которых с яхт приезжают на берег, пристегнуты к пирсу цепями. А на ночь лодки вообще поднимают на борт яхт. Так как воровство подвесных моторов и тузиков – это такой национальный вид спорта на всех Карибах. Сначала мы думали иногда ночевать под деревьями на пляжах, но оказалось, что на земле спать невозможно. Толпы муравьев разного, иногда невероятного размера, очень интересуются всем, что лежит на земле. Ну, а нам повезло. Там очень много общественных мест для пикника, а это беседки с крышей и огромным столом, на котором можно прекрасно спать на мягких туристических пенках, а за столбы крыши вешать гамаки. Первая ночь прошла беспокойно. Место оказалось излюбленным местными любителями уединиться для телесного общения. Машины подъезжали и уезжали всю ночь. А под утро одна компания решила подойти поинтересоваться. Как у нас дела? А может, что у нас плохо лежит? Однако вид грозного Володи, опирающегося на палку, их как-то отпугнул. Но в целом остров достаточно безопасен в сравнении с другими Карибами. После этого, используя карты, в том числе офлайновую МАПСМИ, мы выбирали места, удаленные от населенки и дорог. В каждом пикничном месте есть мангал, на котором Володя разводил огонь и обеспечивал нам горячее питание. Утренний кофе и вечерний чай, горячие блюда, в общем, ресторан на выезде. Одно плохо, дрова не везде можно найти, а в горах так вообще все сырое. Поэтому наша машинка была еще и дрововозом. Правда, иногда удавалось разжиться углям. На другой день мы заехали в горы. В горах, где высоты до двух километров влажно и часто идут короткие ливни. Да, там прекрасно. Зелень нереального цвета, водопады, горные речки, каньоны. Место мы выбрали популярное, но перед закатом там уже никого нет. Расположились на смотровой площадке под открытым небом. Гомон птиц такой, что говорить приходится очень громко. И это такой другой гомон, нежели чем на птичьих базарах на скалах северных морей. Этот до безобразия многоголосный, мелодичный. Смотрели на океан далеко внизу и падающие звезды. Недолго, вскоре пошел ливень, такой настоящий, тропический. И когда мы добрались до машины, то могли выжить из себя приличный запас пресной воды. Воду мы, кстати, конечно, покупали, так как в горных речках полно живности. И цвет зачастую такой, что она и без чая похожа на чай. Следующий день провели в других горах, но уже под крышей беседки. Место на миллион. Калибри летают, бабочки. Рядом шумит горная река с настоящим природным джакузи. Кругом джунгли. Дорога тупиковая, так что никого ночью нет. Стемнело. Костер, яичница с помидорами и сыром. Полный релакс. И тут прилетели НЛО. На свет Володиной сигареты полетели зеленые фаерболы. Оказалось, что это светлячки, но таких размеров, что даже не понимаешь, как они летают, презрев все законы аэродинамики. А ночью к нам пришли мангусты, зверьки размером с крупную кошку. Очень наглые и не боящиеся людей. Ловко вскарабкавшись по столбу беседки, они начали деловито потрошить пакет с едой. Зверьков мы прогнали чуть ли не пинками, а еду отнесли в машину. Да, мангустов сюда завезли колонизаторы. И им тут оказалось вполне хорошо. Прижились. Под утро опять палил ливень, но у нас была крыша. А, да, еще тут оказались москиты. Ну, немного, правда. Как гласит надпись на плакатах, они могли быть с лихорадкой Денге. И это не просто пугалка. На всех карибах заболеть Денге очень реально. Впрочем, у сильных иммунной системой все проходит быстро. Но мерзко. Однако бывают и тяжелые случаи. Прям совсем тяжелые. Внимательно изучив карты, я нашла пикничное место на мысу одного из пляжей. Там мы и зависли. Недалеко, в городке Бу, в названии которого было 12 букв, но произносился он всего этими двумя звуками «бу», обожаю французский, было кафе, интернет из которого добивал на пляж. А еще неподалеку речка с каменистыми перекатами и тенистыми берегами. На берегу этой речки мы проводили жаркое время. Но и не только. В речке плавало полно речной рыбы, и задача была за малым – поймать ее. Купить крючок в этом захолустье было невозможно. На наши попытки сделать сети из подручных материалов рыба только смеялась. Но хорошим людям, как правило, везет. Наш посыл во Вселенную был принят. Крючок, ржавый, правда, нашелся на берегу океана. Так что после этого мы были с настоящей рыбой. Кстати, ловить рыбу в океане очень стремно. Там есть ядовитые кораллы, и часть рыбы носит в себе нейротоксин сигуатеру. Дрянь редкостная. Если съесть немного, то отделаешься судороги, спазмы, отеки. Если много, то сразу фатал. Причем этот токсин не выводится из организма, и повторное съедание зараженной рыбки приводит к смерти. Известен случай, когда на яхте нашли мертвую семейную пару. Порыбачили, бедолаги. Да, есть способ проверить рыбу на токсин. Надо подержать кусок сырого мяса подмышкой или прижать к губе. Если ощущение онемения не появляется, то можно есть. Однако морскую рыбу мы не ловили. Речная есть, и она чистая. Нам часто встречались низкие пальмы, где кокосы можно было нарвать, и с моим ростом просто сев Володе на плечи. Но пару раз я лазила и на более высокие пальмы. Да, конечно, со страховкой. Веревки нам тоже вселенная подкинула, кстати. Занятия, скажу вам, пальмы колючие. Пока кокосы открутишь или отрежешь, мачете у нас не было. Так что мы их просто пили через соломинку, проковыряв дырочку в том месте, где кокос крепится к дереву. Там, кстати, есть такие три точечки черненькие, и вот любая из них расковыривается и вставляется соломка. Ходить под пальмами опасно. Кокос башка попадет, совсем мертвый будешь. Там много плакатов с такими трагическими картинками. И даже статистика за ошибленных кокосами имеется. Также мы собирали манго. Под манговым деревом всегда лежат упавшие спелые плоды. Это такая вкуснятина. Правда, они липкие, и надо много воды на их отмывание. Ну и себя после трапезы. Ну и еще немножко наблюдений. 90% населения темнокожие, но они все разные. Смеси раз приводят к интересным результатам. Бывают такие красивые, что глаз не оторвать. Ну, прям Наоми Кэмпбелл. Девушки с ногами от подбородка и точеными фигурками. Парни с идеальными пропорциями. Такие темные Аполлоны. Один из дней мы провели под настоящей крышей. Это был очень красивый когда-то брошенный ресторан с названием, говорящим, Хемингуэй. Место потрясающее. А виды оттуда на океан, на яхточке стоящей, на якоре, на пляже. Сейчас пишу, а эмоции прям вот зашкаливают. Потом через коучсерфинг мы нашли француза, работающего в ресторане. Он нас пригласил к себе на вечеринку и дал добро переночевать у него. Собрались совершенно разные люди. Путешественники, его коллеги по работе и друзья. Володя показал наших во всей красе. Соорудил мангал из подручных материалов, сделал шашлыки и очень вкусный гриль из овощей. Мы интересно пообщались с гостями и хозяевами. Не все знали английский, но под конец вечера мы разговаривали с оставшимися на очень высокие темы о вселенной и карме, о дао. Примерно как в фильме. Кузьмич, ты что, финский усвоил? В смысле? Ну, он же по-фински разговаривает. Кто по-фински разговаривает? Ну, он же, финн. Да, только тут был французский. В сумме проехали где-то тысячу километров по этому чудесному острову. В общем, хорошо, что мы не улетели сразу. Повторю, что деньги на улететь сразу или пожить в гостинице у нас были, но учитывая отрицательное сальдо за несостоявшуюся работу и прочие расходы, мне хотелось влезать еще в минус. Это был такой интересный опыт открытия для себя нового и необычного. Может, я сюда еще вернусь, посмотреть на светлячков, например. Ну, и перед тем, как пожелать всем добра, напоминаю, что нами с яхтенным инженером Максимом Макиенко сделан видеокурс по яхтенной электрике. Это цикл лекций более пяти часов, где разбирается широкий круг вопросов от азов до стандартов, используемых в мировой индустрии, и многочисленных правил расположения оборудования, соединений, расчета сечения кабелей, работы с кабелями, предохранителей и о многом другом. Приятно, что на курс уже получено много ваших позитивных отзывов. Знание – сила, а safety first. Ссылка в описании. Также благодарю Романа за картинки к видео. Кстати, рекомендую его в яхтенные помощники. Предполагаю, что такой рост подписчиков обязан еще и его картинкам. Пишите комментарии, подписывайтесь. Обещаю сделать что-то интересное и полезное. Мои контакты в описании к видео. Вот теперь всем пока, всем добра, мирного моря и мирного неба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok